Аминь, ой, отца и сына и святаго духа, аминь. Вот так, на руку сильнее и поехали. Поехали! Двойное крещение православной и светской перед спуском на воду Сухой Самарки прошли две баржи, построенные в Самаре. Любовь Ковалева, крёстная мать первенцев. Не отходила от них все восемь месяцев, пока шла сборка, проверяла каждый сварной шов рентгеном на микродефекты. Ощущение, конечно, ну, я рада, конечно, что так сложилось, что я крёстная мама. Вот, судно – это вообще моя, можно сказать, боль. Я вложила в него много сил, много энергии. Пришлось кое-что дочитывать, читать. Я кораблестроитель по профессии. Баржи строили параллельно, заложили в апреле, на воду спустили в декабре. Работали с тахановскими темпами. Двойные борта и двойное дно собирали в основном из шестиметровых стальных листов. На судне четыре закрытых трюма. Осадки и волна не страшны. Можно перевозить железо, зерно, удобрение, уголь, стройматериалы и крупногабаритные грузы. Питерский заказчик качеством работ самарских специалистов и сроком исполнения остался доволен. Мы уже не первый раз являемся здесь линейки-получателями судов. У нас в работе находится одно судно – это святой князь Владимир. По нему пока критичных никаких нареканий не было. Поэтому, в принципе, удовлетворены и надеемся, что данные суда также оправдают себя. Баржи сухогруза стали первыми суднами, построенными в Самаре с 1896 года. До этого завод только ремонтировал нефтеналивные танкеры. Теперь по чертежам морского инженерного бюро налаживает свое производство барж нового поколения. Спрос есть. Впереди закладка еще трех судов. Это сегодня низкосидящая в осадках, небольшой осадке для работы на реках, на работы в Азовском море. Она очень востребована, потому что есть сегодня буксиры, нет сегодня, которые могут таскать такие баржи и оперативно вести разгрузку, доставку таких барж. Спуск на воду двух барж – это возрождение судостроительной отрасли Самарской области, уверены специалисты. Сейчас стране требуется обновление грузового флота. Поэтому строительство еще трех барж в Самаре можно рассматривать как экзамен для предприятия. Завод постепенно модернизируется, осваиваются новые технологии, формируется список заказчиков. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова